МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Курицын расскажет подробнее. Новая развязка в Лахте – это автомобильный мост протяженностью чуть больше 200 метров. Его открытие само по себе событие в масштабах города не слишком значимое. Но мероприятие стало поводом обсудить и другие наболевшие дорожные вопросы. Например, Сергею Козыреву пришлось оправдываться за автомобильный коллапс на Васильевском. Вице-губернатор пояснил, остров встал в пробку из-за генподрядчика, который строит второй выход станции «Спортивная». В районе односторонней набережной Макарова метрострой забыл установить предупреждающие дорожные знаки. И много чего еще. Подрядчик в срок не успел выполнить все необходимые мероприятия. Если в течение недели мы не увидим нарушения, тогда будем принципиальное решение принимать об изменении схемы движения, может быть, даже с регулированием односторонней по набережной, место, более сложной, но, конечно, в большей степени односторонней. Некоторые набережные будут односторонние. Сергей Козырев не исключил, что односторонней может стать и университетская набережная. Но это дело следующей недели. А сегодня у чиновников дорожного ведомства праздник. В соответствии со сметой и точно в срок из бюджета города потрачены 1,7 миллиарда рублей. В такую сумму обошлось расширение Приморского шоссе в Лахте до шести автомобильных полос. Три из них теперь по мосту ведут из курортного района в центр. Поездка за город, говорят, теперь тоже станет полегче. Новый виадук развязал традиционно сложный для автомобилистов выезд с улицы Савушкина на Приморское шоссе. Теперь им не нужно петлять окрестными улочками, а нужно просто заехать под виадук, взять чуть левее, встроиться в общий поток и двигаться прямо в сторону Сестрорецка. Праздник в Лахте едва не подмочила. Новость о том, что сроки сдачи тоннеля на Пироговской набережной могут быть сорваны. На прошлой неделе там случилось ЧП. Строительный котлован затопило водой. Впрочем, чиновники по-прежнему верят в подрядчика. Вы вместе со мной присутствовали на совещании с генеральным подрядчиком. Он мне и при вас заверил, что 25 декабря он сдаст этот объект в срок. Давайте вместе посмотрим. Таким образом, Смольный обещает автомобилистам прямой и практически безостановочный проезд от площади Ленина до выхода на Приморское шоссе в Лахте к концу года. И значит, амбициозному транспортному проекту грозит нелегкий тест-драйв. Испытания предновогодними пробками.